Американским чиновникам запрещено ездить в большинство видов заграничных путешествий, спонсируемых принимающей страной. Однако есть исключение – поездки с целью так называемого культурного обмена. Как отмечают аналитики, это даёт лазейку иностранным правительствам, через которые они могут лоббировать свои интересы, приглашая чиновников США к себе в заманчивые и дорогостоящие путешествия и добиваясь их расположения. Больше, чем все остальные страны американских чиновников, к себе приглашает Китай. Как сообщает газета «Вашингтон-Пост», прошлым летом сотрудники американского конгресса совершили в Китае десятки путешествий, полностью оплаченных китайскими властями. Большинство таких поездок включают перелёт бизнес-классам, проживание в роскошных отелях, прогулки вдоль Великой Китайской стены, осмотр бесценного культурного наследия в Шанхае и поездки на китайских военных судах. «Китайское правительство хочет построить хорошее отношение с ними и оказывать некоторое влияние. Другая причина – КПК хочет найти тех, кто разделяет её желания и с кем легко развить дальнейшие отношения во время визита. КПК сможет и дальше поддерживать более тесные контакты с такими должностными лицами в любое удобное ей время». По данным «Вашингтон-Пост», в период с 2006 по 2011 годы Китай полностью оплатил сотрудникам Конгресса США 226 поездок. Это почти в два раза больше, чем у второго по величине известного спонсора подобных путешествий – Тайваня. По данным газеты, за эти шесть лет служащие Капитолия в целом совершили 803 бесплатные поездки в разные страны мира. Впрочем, на самом деле это число может быть и больше, поскольку отчитываться о своих спонсируемых из-за рубежа путешествиях обязаны только старшие члены Конгресса, в том числе законодатели. «Чем больше у КПК экономическая мощь, тем сильнее Компартия разлагается. КПК экспортирует свою коррупцию по всему миру». И хотя большинство этих путешествий совершают сотрудники не самого высокого ранга, многих беспокоит, что такими поездками иностранные правительства могут покупать себе влияние. Если не среди главных законодателей, то по меньшей мере среди следующего поколения лидеров американского Конгресса.